Сегодняшняя героиня моего видео супермодель Карен Мюлдер. Конечно, я расскажу вам о ее карьере, а также расскажу вам, почему такая знаменитая модель оказалась в психиатрической клинике. Карен Мюлдер родилась 1 июня 1970 года во Валардингене, Нидерланды. Ее отец Бен Мюлдер работал налоговым инспектором, мать Мареки Мюлдер – секретарь. Также у нее есть младшая сестра Саския. В 1985 году семья Мюлдер отправилась в путешествие на юг Франции, где Карен увидела объявление о конкурсе «Элитная модель. Взгляд года» в Ницце и решила принять в нем участие. В итоге заняла второе место. Карен с ранних лет блистала красотой. Она привлекала к себе мужские взгляды, где бы ни появлялась. Стройная, длинноногая девушка ростом 178 см весила чуть больше 50 кг. Обладала роскошной копной белокурых волос, пышными губами и томным взглядом. Мюлдер увлекалась парусным спортом, но стать профессионалом в этом деле ей не удалось. Зато к 20 годам Карен стала одной из самых дорогих супермоделей. Она снялась для обложек всех известных журналов, была лицом люксовых брендов. Любая одежда роскошно смотрелась на высокой блондинке. Поэтому дизайнеры стремились заполучить ее на свои показы, не жалея гонораров. Среди всех моделей девушку выделяло то, что она не любила шумные компании и избегала их. Но в профессии ей так везло, как мало кому. Уже в 21 год у Карен был многомиллионный контракт. Мюлдер могла получить все. От съемок в нижнем белье до рекламы тонального крема Герлин. Крупным планом. Она была идеальна со всех ракурсов и сторон. Деньги Карен тратила на благотворительность. В 1995 году она купила замок во Франции, из которого сделала приют для беспризорных детей. Мюлдер постоянно видели в окружении известных людей и других популярных супермоделей. Ее лучшей подругой того времени была Карла Бруня, которая сейчас является женой бывшего президента Франции Николя Саркази. Музыка Помимо модельной карьеры, Карен занималась музыкой и записывала видео, на которых делилась секретами своей красоты. В 18 лет Мюлдер вышла замуж за фотографа Рене Босне. Но молодые люди были слишком загружены работой и почти не виделись. В 23 года Карен развелась с мужем и начала встречаться с бизнесменом, Жанном Ивом Лефером, который стал не только возлюбленным, но и личным менеджером модели. Он занимался ее контрактами. С помощью Жанна Ива началось сотрудничество с фирмой Hasbro, которая выпустила куклу по образу Карен, а затем и других супермоделей того времени. Лефер и Мюлдер много лет были вместе, однако так и не поженились. В начале 2000-х пара рассталась. В тот период модель находилась в депрессии и даже предпринимала попытку суицида, которая закончилась суточной комой. В том же 2000-м году Мюлдер сообщила всем, что покидает модельный бизнес. Эта новость шокировала абсолютно всех. На пике своей карьеры успешная модель, которая зарабатывала баснословные деньги, решила отказаться от мира моды. Карен объяснила такой поступок тем, что хочет пожить для себя, а не быть отпечатком на глянцевой бумаге. А в 2001 году топ-модель появилась на первых страницах газет во многих странах после того, как в передаче Тири Ардисона на французском ТВ она призналась, что руководители модельного агентства «Элита» сделали ее своей наложницей и принуждали вступать в связь с их деловыми партнерами, высокопоставленными чиновниками и известными людьми. По уверениям Карен также поступали и с другими моделями. Кроме того, в агентстве поощряли употребление запрещенных веществ. Ошеломленные таким признанием продюсеры шоу не стали выпускать записи в эфир и попросили не разглашать услышанное людей, присутствующих в студии. Но саму Карен заставить замолчать было невозможно. После супермодель рассказала то же самое в интервью французской газете. Она обвиняла в домогательствах президента агентства «Элита» Джеральда Мари, принца Монако Альберта и собственного отца Бена Мюльдера. Разразился грандиозный скандал, в котором даже собственная семья сплотилась против Карен. Ее мать и сестра Саския принялись защищать отца и стали обвинять Карен в систематическом употреблении наркотиков и психических расстройствах на этой почве. Подруги-супермодели и богатые друзья отвернулись от модели. Карен осталась одна. В итоге супермодель поместили в закрытую психиатрическую клинику Вилла Мансури, где молодая женщина провела 5 месяцев. Оплатил за лечение и немалую сумму тот самый Джеральд Мари из элиты. Несколькими годами ранее известно, что Джеральд Мари стал героем расследования телеканала BBC про изнанку модельного мира. Снятый скрытой камерой Мари предлагал 15-летней модели деньги за секс и самодовольно похвалялся, сколько еще таких новеньких юных девушек пройдет через его ручонки. Однако в то время Мари остался там же, где и был, то есть продолжил работу. В принципе, ничего не изменилось с того времени. Оправившись от депрессии, Карен Милдер начала новые отношения. Ее избранником стал колумбийский магнат Хулио Марио Санто-Доминго. В 2006 году, 30 октября, Карен родила дочь Анну. Однако имя отца девочки предпочла сохранить в тайне. При этом скандалы, связанные со знаменитой блондинкой, не закончились. Летом 2007 года Карен Милдер триумфально вернулась на подиум. По личной просьбе Джона Гальяна, который для осенне-зимнего показа решил собрать вместе всех своих любимых моделей – Наоми, Линду, Карен и других. Выглядела 37-летняя блондинка, как и прежде, феноменально. Однако уже через два года ее имя снова замелькает в скандале. Она решилась на пластику, хотя внешность Карен всегда оказалась безупречной. Но результат не устроил модель. Тогда она начала преследовать женщину, испортившую ее красоту. Напуганная угрозами врач, была вынуждена обратиться в полицию. Как-то в одном из интервью Карен сказала, «Я никогда не была собой ни единого дня. Нет, поймите меня правильно, модели должны играть роли, вживаться в образы». Но тут другое. Мне постоянно говорили, «Ты фантастическая красавица». А я понятия не имела, какая я на самом деле. Красавицей и уж тем более фантастической я не ощущала себя даже близко. Чем больше восторгов звучало в мой адрес, тем ужаснее становилось внутри. Сейчас Карен Мюлдер ведет закрытый, непубличный образ жизни. Редко посещает светские мероприятия. Все свое свободное время посвящает воспитанию дочери Анны. Стоит отметить, что бывшая модель занимается спортом, правильно питается. С отцом и сестрой Саски, которая является актрисой, Карен до сих пор не общается. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ